Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Если в жизни все гладко, означает ли это, что Господь забыл про тебя? Откуда такой вопрос вообще возник? Я тоже слыхал у некоторых, даже святых отцов, что действительно, если прямо все хорошо, то ужас-ужас. Надо бояться этого состояния, потому что Бога тебе забыл, махнул на тебя рукой, говорит, ну, мол, все, вижу его будущее для Царства Небесного, путь ему закрыт. Ну, так и быть, пусть хоть в этой жизни порадуется. Слышали такое? Слышали. Страшно? Ужасно страшно. Все, и во что превращается жизнь такого человека в постоянное искание скорбей? Как бы загнать себя в какие-нибудь рамки, чтобы было плохо? И чем хуже, тем лучше. Узнали себя? Узнали. А подходить надо, друзья мои, к этой фразе очень осторожно. Во-первых, в Священном Писании говорит словами апостола Павла «Всегда радуйтесь, не перестанно молитесь, а о всем благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе и Иисусе». Совместим ли ваш образ жизни, который я сейчас очертил, с исполнением этой заповеди? Всегда радуйтесь. Кажется, нет. Вообще, какая-то странная заповедь. Батюшка, что вы такое говорите? Не уби, я слышала, не укради, не слышала. Всегда радуйтесь, не слышала. У вас правильное Писание? Я вас уверяю, правильное. Можете сами открыть первое послание Фессалоникийцам. Пятая глава, шестнадцатый стих. Ну и дальше читайте. А если открыть Евангелие, то кажется, что Господь чаще всех слов говорил фразу «радуйтесь». Так, опять что-то не то, батюшка, ну какой-то вы модернист. Что-то нам отцы сам вон и не то говорят. Говорят наоборот, там каетесь, сокрушаетесь, волосы свои пеплом покрываете. Что-то не то, что-то не так. А что ж не так? Почему надо радоваться, даже находясь в каких-то сложных обстоятельствах? А потому что жизнь наша коротка на самом деле. Если ты крещен, Господь объективно все сделал необходимое для того, чтобы ты спасся. По сути, все добрые дела, которые ты совершаешь, которым призван Святым Писанием, это лишь дела любви, которыми мы отвечаем уже на свершившееся дело нашего спасения. Не для того, чтобы заслужить его, а для того, а потому что, ну это ж наш Отец Небесный, ну как к Отцу относиться наплевательски, когда Он для тебя сделал все? Если у тебя есть хоть немножечко, хоть капелька совести, ты будешь стараться, пусть даже через силу, но относиться к Нему лучше. А как говорит Спаситель? Кто любит Меня, заповеди мои соблюдет. Вот любишь Отца, соблюдай заповеди. Это акт любви, а не средство достижения спасения. И это ж так радостно, друзья, когда все на самом деле легко и просто. Не будь гадиной, не превращай жизнь других людей в ад и не будешь в аду. Превращай жизнь других людей в рай и сам будешь в раю. По милости, по неизреченной, огромнейшей милости и человеколюбии Божьему. Где что-то навать? Поэтому одну причину для уныния мы вычеркнули. Остается земная боль, земные болезни, земные страдания. Если посмотрим на жизнь многих отцов, страдающих, ого-го, как? Так что нам и не снилось. Иоанн многострадальный, Киево-Печерский, преподобный Амвросий Оптинский, Серафим Саровский, они не веселились в болезни, но благодушевствовали. Они всегда были в любви. И приходящего к ним таки встречали с улыбкой, светлыми глазами, в которых виделся отблеск Царства Божьего. Словами Христос воскресе, радость моя. Это не фигура речи. Дай-ка я буду всех приходящих ко мне встречать красивой драматической фразой. Располагай к себе. Нет, это не актерство. Это не наигранный путь. От сердца шли эти слова. Как можно не радоваться, находясь в Духе Святом? Поэтому, если все гладко в твоей жизни, во-первых, может быть, действительно ты находишься в хорошем духовном состоянии и просто не видишь тех скорбей, которые другого человека, допустим, неверующего, просто бы с ног снесли. Ты во Христе. Ты причащаешься, ты исповедуешься. Ты благодушен. И тебе хорошо. Они тебя не ломают. Они делают тебя сильнее. Эти жизненные скорби. Это век совершенства на самом деле. Ну, а если ты еще не находишься в таком состоянии, а в жизни вроде бы как бы все нормально, ну, к сожалению, вы же знаете, что жизнь как зербра. То хорошо, то плохо. То плохо, то хорошо. Вот сейчас такой период будет, потом другой период. Поэтому Господь всегда дает нам силы для того, чтобы... Да, дает нам период спокойствия, без боли, без каких-то жизненных скорби, для того, чтобы мы набрали сил, выдохнули немножко и смогли достойно встретить грядущие испытания. Желаю, чтобы каждый из нас силу-то приобрел, благодушенствовал в болезнях, всегда радовался, непрестанно молился и благодарил. Как благодарить Бога? Не просто цветочки купить и принести, а причащаться телу и крови Его. Потому что главное богослужение нашей церкви называется по-гречески Евхаристия, которое на русский язык переводится как благодарение. Хочешь быть Богу благодарен, хочешь принести Ему благодарность, иди и причащайся телу и крови Его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok